Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Перевышав критичные значения, подворок гамельчанки не затопило. Мне нужна дамба, потому что мы живем, вот крайний дом, мы там живем, и нас это самое затапливало хорошо. У союзе со значным повышением узровня воды подчас поводки новые дамбы селета терминова робили практически на усих буйных реках в области, а так само на некоторых озерах. На территории садоводницкого товариства «Плесы» на протягу двух километров уклали больше, как 4000 мяшков с пяском. Працевали усе – и супрацовники Министерства по надзвичайных ситуациях, и сами дашники. Ситуация была, саправды, критичной, але самого неприемного отрымалася позбегнуть. Шаго нельга сказать об инших местах. Шмат, які дамбы, узведенные ранее, оказались неэффективными. Эти сооружения, насыпи, они сделаны без проектной документации, самовольно. И поэтому нету никаких технических расчетов, нету, будем говорить, никакой гарантии от их прорыва. По сути, они сооружены не инженерами, а просто самовольные насыпи. Теперь необходимо сделать предпроектную документацию. Нужно найти источники финансирования, и, естественно, сделать, чтобы это было инженерное сооружение. Жилье, дорожные артеры, инженерные сбудования, по словах старшини Абалвыконкама Ивана Крупко, минавито такими, повинны быть приоритетные накерунки по продухелении надзвичайных ситуаций. Упершую чергу размова о 15 населенных пунктах, где проведение супротивоводковых мероприемствов потребует больше 20 объектов. Четкое понимание алгоритма нашей работы. Что мы смотрим, на что делаем предпроектную, и какие ресурсы нужны. И проработать те участки, те районы, которые подвергались наиболее сильному и более масштабному подтоплению, и внести четкое предложение по финансированию этих районов. Подчас поводки селита в регионе были подтоплены свыше 800 домов-ладанья и больше, как 3000 дашных домов. Наибольшая сложная ситуация была в Гомеле, а так само Ветковском, Гомельском, Жлобинском, Рогачевском, Лоевском и Чачерском районах. Для минимизации негативных наступствов уже в этом году в регионе пошнется реализация комплексу супротивоводковых мероприемствов. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». У День незалежности у Гомельской области з'явилися на свет 14 хлопчиков и 8 девчонок. Гэта самый высокий показчик у поравнаний с іншими регионами краины. Белая Русь по традиции повеншавала молодых матей и уручила им корыстные подаронки. У святочный день 9 семья ургийона стали шмадетными, некоторые радость материнства отшули у першыню. В областном родильном доме до рычи 3-го липеня на свет з'явилися 6 немаулят. Четыре мальчика, две девочки, что все детки хорошие, находятся с мамами. Мамы замечательно, довольны, счастливы, что родили здоровых деток. У Алены Колосовой и Вероники Загородной народилися хлопчики. Молодые о мате, счастливые, что изъявление детей на свет с упалами на ВИТОС важной для всей краины датой. Родился мальчик у нас, сережка, 3500, 58 сантиметров. Очень неожиданно, у меня 4 июля день рождения, и я хотела себе такой подарочек, но вот так совпало. Надеемся сделать все, чтобы он вырос достойным членом семьи, общества, и был настоящим защитником, и в первую очередь для семьи, для своей страны. Это и так очень значимый праздник в нашей семье, а сейчас он стал еще более значимым. Это, конечно, огромное счастье и огромная ответственность передать патриотизм, любовь к родине. Недаром наш малыш выбрал именно эту дату. Павеншавать женщин с радостной падеей у их житти приехал помощник президента, инспектор Пагомельской области. Сергей Барташ пожадал им здоровья и добробыту, как дети росли и радовали своих батьков, а в будущем не стали саправдными патриотами нашей краины. Украинские олады Сестры – это символ семейственности, близости и единства. И очень жаль осознавать, что сегодня те, кто стоял у истоков, делают все для того, чтобы не просто стереть историю, а уничтожить память. Мы, молодежь, мы не виноваты в том, что сегодня политики не могут договориться. Мы хотим встречаться, продолжать объединяться, дружить. И мы надеемся, искренне верим, что пройдет какое-то время и все станет на круги своя. В 2019 году керавником нашей державы был сделан крок на прамку деконструктивного диалога, пропонованный ремонт, доброупорядкование монумента. На жаль, как бы отразить традицию, намагание одного боку недостатково. Беларусь же протягнет заховывать свою историю и относится до ее с повагой, не глядячи на внешние подеи в свете. ГОМЕЛЬСКАЯ БЕЛАРУСКАЯ ЧИГУНКИ По апелляционным протесте прокуратуры Гомельской области изменен приговор в отношении былого начальника Гомельского отделения Беларуской Чигунки. Разом с ним были осуджены еще 6 службовых особ, державных предприемствов, за отримание и дачу хабару, крадежи шляхом злоуживания службовыми полномодствами и службовую подробку. По приговору суда первой инстанции, экс-начальник Гомельского отделения Беларуской Чигунки отримал покарание в выгляде позбавлению воли термином на 4 годы с терминовкой на 2 годы. По выниках выучения присуда у прокурор пришел до висновы, что примененная до обвинуваченного мера криминальной отказности не будет содействовать его управлению и заявляется празмерно мягкой. На приговор был принесен и протест, який был задоволен и постановой судовой коллегии по криминальных справах Гомельского областного суда от 5 липеня бягучего года. Суд второй инстанции согласился с доводами апелляционного протеста государственного винителя о мягкости назначенного наказания. Суд апелляционной инстанции учел, что ущерб причинен предприятию государственной формы собственности в значительном размере. Обвиняемый фактически не рассказал о совершенном преступлении. Определением судебной коллегии приговор суда Советского района города Гомеля изменен. Отсрочка исполнения наказания в отношении данного должностного лица отменена. Ему назначено наказание в деле лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в справедной колонии в условиях усиленного режима. У остатней часы приговор покинут и без изменений и уступил у законную силу. Податковая инспекция Гомельской области по выниках леташней деяности признана лепшей Украине. Причин других год запар. Напереды дни дня утварения податковых органов Краины у Гомеля узнагородили лепших супрацовников. Миновито податковое поступление формирует основу доходной частки бюджету. У Беларуси практически что год укороняются новации, накерованные на удосконаление податковой системы и спрощение процедур. В 2023 году бюджет регионов формирует больше за 19 тысяч юридичных особ. Каля 30 индивидуальных предпринимателей и Амаль 776 тысяч физических особ. Хочется поблагодарить работников налоговой службы Гомельского региона. Люди прикладывают максимальное усилие для того, чтобы качественно выполнять свою работу. Мы это видим. Поэтому мы сегодня хотели бы высказать им слово благодарность за тот труд тяжелый, который они выполняют. Перед податковой службой ставятся задачи, которые обращаются высококвалификованными работниками. За их корпотливую працию были уручены узнагороды. Это, безусловно, очень приятная награда, потому что оценка моего труда – это заслуга не только единоличная, моя, также заслуга нашего коллектива и в целом инспекции. В каждом деле это всегда приятно, то, что ты делаешь, и видишь плоды своего труда, и потом за это получаешь какую-то награду. Профессионализм работников податковых инспекций – основа державы. Их праца допомагает досягать поставленных металл и выращать тяжкие задачи. Проведенная праца и перспективы дальнейшего развития. Областная организация «Червоного крыжа» подвяла выники працы за первое погодие 2023 года. Ее деятельность была организована по стратегичных направлениях и в ответственности с планом мероприемств. Структура «Червоного крыжа» Гомельской области засталася незменной управлённой с минулым годом – 25 районных организаций. В их склад угоходить амаль 1500 першасных организаций. За первое погодие поставлено на улик еще 41. Дея 18 их в установах эдукации, 9 на предприемствах, 6 у Ахови здоровья, остатня в инших установах. Это свидетельствует о продуктивной и доброй праце. Действительно, видно заинтересованность руководства Гомельской областной организации «Красного крыжа» в том, чтобы в районах развивались организации, чтобы они имели самостоятельность, чтобы они активно работали, проводятся обучения, привлекаются волонтеры. И это все проходит на системной такой основе. Каждодневная работа, которая проводится как сотрудниками, так и с полнотюгами. На посяжении президиума огучивались и проблемные питания. Было доручено проанализовать их и вырошить. Нагадаем, по выниках минулого года Гомельская область стала лепшей организацией Украины. На Гомельщине стартовал сезон сбора дикорослых грибов и ягод. Громадяне мают право избирать дары лесу не только для особистых госпоживания, а и для продажи их на рынках. О простых правилах, которые необходимо выконовать при сборе и реализации даденной продукции, наш наступный сюжет. Аматеры сбору лесных даров активизовались. Лес таки вабить, зазернуть у грибы и по ягоды, а лишь нават тихое полевание может стать небеспечным и необходно быть вельми уважливым. Многие звертаются до этого промыслу деля додаткового заработку. Реализовывать продукцию можно на рынках, як у розницу, так и по оптовых ценах. Самые распосяденные ягоды по традиции з'являются черницы, а с грибов первыми на прилавке трапили лисички. Мы закупаем, вот сейчас начался массовый сбор грибов в чернике, закупаем от физических лиц. Сам процесс закупа происходит так, нам приводят на центральный гомельский рынок, у нас есть заготовок, торговые объекты в количестве 12, есть заготовитель, который осматривает продукцию, есть кладовщики, осмотрели, потом ягоды либо грибы, проверяют лабораторные специалисты ветслужбы. Перед реализацией дары лесу повинны пройти обовязковую экспертизу, а так само радиоцинный контроль. На рынке вся продукция проверена, от соответствия качества выдаётся талончик, где указано содержание радионуклидов. Если человек сомневается, то может прийти с пробой и проверить для себя в лаборатории ветсинэкспертизы центрального рынка. Лабораторные исследования дикорастущих ягод и грибов проводятся в лабораториях территориальных центров гигиены и эпидемиологии бесплатно для населения. Объём пробы для проведения исследований должен составлять 0,5 литров, а для грибов сухих – не менее 100 граммов. Результат исследования выдаётся в день обращения устно. По выниках радиоцинного контроля кожная третья сё летопроба дикорослых ягод с превышением допущенного узровня у выпадку с грибами кожная пятая. Продавать их до речи можно только свежесобранные и непошкодженные. Грибы – деревня Игольск. В этом году их намного меньше, чем все годы. Какой бы такой, наверное, неурожайный год. Поэтому они в этом году по грибчику, скажем, сложно собираются. Когда приезжаем на рынок, нужно пройти вначале лабораторный анализ на грибочки. Ну, а потом, пожалуйста, на место на любое становитесь и торгуются. Саковитые и корыстные ягоды продаются как вычищенными от листья, так и зимы. Выбор за покупником. Вы знаете, вот в других там немножко побольше листочков. А здесь, смотрите, она чистенькая. Вот я замораживаю чернику и голубику. Голубику ещё рано, дорого. Когда вы серьезно ставитесь до своего здоровья, не купляйте грибы и ягоды в неустановленных местах, где никто не даст вам гарантую якости продукции. Светлана Главков, Валера Игапанько, телерадио, компания «Гомель». Головное велоспоборництво года. У Гомельской области стартовал чемпионат и першинство Республики Беларусь по велосипедным спорте на шаши. Спортсмены упрымают Ельск и Мазыр. Причим, гоноровая миссия завершать гэтэ престижное споборництвы досталась в Мазыру. У городе на Припяти отбудется групповая финишная гонка. На сегодняшний день мы принимаем очень большое количество соревнований по велоспорту. Конечно, это большая ответственность, но я думаю, что это подтверждение того, что мы справляемся с теми задачами, которые ставит перед нами федерация, и поэтому на сегодняшний день мы являемся столицей, наверное, такой для проведения данных соревнований. Чатыры с Поборницкие дни изместят у себя захопляльные гонки сярод дорослых спортсменов, молодей и юниоров. 7 липня отбудется индивидуальная гонка на час, днем поздней командная смешанная эстафета, 8 и 9 липня групповая гонка. Словом, Великий Велоспорт чекает новых перемог и новых чемпионов Украины. Погадать на жениха, поскакать празвогниша, сплесця вянок и обовязково искупаться, лечиться, что вода в этот час володая гаючей силой. Вось усе, что треба поспеть в эту чаровную купальскую ночь. В Гомеле традиционные купальские гулянни уже начались. Жадающих долучиться до старожитных славянских традиций чекали на Любинском озере, набережной Раки Сош и на березе каскаду озер у микрорайоне Гомсельмаш. У Гонар-Купалля тут организовали гульни, викторыны, спевали обрадовые песни и проводили конкурсы на лепший вянок. Працавал выязный гандаль. До речи, господары подворку с жадающими делилися навукой сбору трав и плетение купальских вянков. Коли брать 12 рослин, уключаючи сухоцвет, лечиться, что тады небыто вянок сдабуде магичную силу. И якая ж купальская ночь без ворожбы. По старожитных традициях девчаты отпускали свои вянки на воду. Лечилася, что, коли вянок уплыве, то девчина селита выйдет замуж. Гэты и иншые новины вы можете знайсти у нашим телеграм-канале, а так само на сайте в интернете по адресе tvr.gomel.by На этом выпуск завершены. Усяго доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала Беларусь4 продолжает де-факто в студии Светланы Главко. Здравствуйте. В Гомеле за наезд на девушку-пешехода осужден водитель. Мужчина, управляя автомобилем Kia Sportage, при подъезде к пешеходному переходу не предоставил преимущества и сбил 23-летнюю гомельчанку. Девушка получила травмы, с которыми была доставлена в реанимационное водителю назначено наказание в виде одного года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также нарушитель лишен права управления транспортными средствами на три года. При вынесении приговора суд учел чистосердечное раскаяние обвиняемого и добровольное возмещение причиненного вреда. 31-летняя гомельчанка попалась на хищение денег. Работая продавцом в буфете предприятия Горэлектротранспорт, за май и июнь текущего года она похитила более 3000 рублей. Тревогу забила служба безопасности предприятия. Майская инвентаризация показала недостачу 1800 рублей. Работница общепита придумала историю, что деньги утеряны на рынке. Спустя некоторое время из кассы пропало еще 949 рублей. В начале июня, когда гомельчанка вынесла более 470 рублей, руководство предприятия обратилось с заявлением Советский РУВД Гомеля. Оперативники Б провели проверку и передали материалы в Следственный комитет. По факту присвоения либо растрата имущества возбуждено уголовное дело. Подозреваемая частично погасила причиненный ущерб. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за хищение имущества путем модификации компьютерной информации. 17-летний гомельчанин представился консультантом оператора сотовой связи, а затем похитил деньги. Предприимчивый парень рассказывал о достоинствах приложений и брал смартфоны у ребят, чтобы якобы ввести специальные данные в этих программах для подтверждения того, что именно он провел консультации. В апреле мама одного из обманутых подростков обратила внимание на задолженность в сумме 100 рублей, которая была на балансе у сына. Родители обратились за помощью к правоохранителям. Милиционеры выяснили, что подозреваемый воспользовался услугой предоставления сотовым операторам денег в пределах лимита до 150 рублей и на условиях от срочки оплаты. Он установил приложения на телефоны подростков, оформил на них суды, а деньги перевел себе. Материалы проверки передали в следственный комитет, где возбудили уголовное дело. Парню грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет. Сумма ущерба составила 350 рублей. Фигурант ранее не судим. Суд Реческого района вынес приговор животноводу, продавшему на сторону трех коров осенью прошлого года. Недостачу животных основного стада на сельскохозяйственном предприятии обнаружили при комиссионном пересчете. Ущерб оценили в сумму более 10 тысяч рублей. Работник признал вину и раскаялся. В содеянном суд вынес приговор ограничение свободы на четыре года без направления в исправительное учреждение открытого типа со штрафом в размере 100 базовых величин с лишением права занимать должности, связанные с учетом и хранением товарно-материальных ценностей. В Жлобинском районе нетрезвый мотоциклист опрокинулся в кювет. Мужчина ехал на мотоцикле Хонда по автодороге Р-149 Жлобин-Светлогорск в направлении деревни Новики Жлобинского района. На пятом километре мотоциклист не учел состояние дороги и выбрал небезопасную скорость. Не справившись с управлением съехал в кювет и опрокинулся. Мужчину с травмами госпитализировали в реанимационное отделение больницы. В Гумеле 11-летний велосипедист влетел в опору линии электропередач. С закрытым переломом лобной кости подросток был доставлен в больницу. Виной всему банальная невнимательность. Мальчик катался на велосипеде вблизи школы по улице Мележа. Там одна из опор ЛЭП стоит рядом с дорожкой. Набрав скорость, подросток отвлекся и въехал в опору. В Гумеле в связи с пропажей имущества устанавливается личность. Инцидент произошел 15 мая примерно в 20.50 в помещении кафе «Ривьера» улица Баумана 1. Если вы узнали гражданку на фото или владеете иной информацией по данному факту, просим сообщить по телефону, которое вы видите на экранах. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Светлана Главко. Благодарю за внимание. До свидания. В продолжении эфира «Беларусь-4 Гомель» спортивное обозрение в студии Николай Зайцев. Здравствуйте. Белорусский теннисист Илья Ивашко пробился во второй раунд у имбулдонского турнира. В матче 1.64 финала нашему спортсмену противостоял Федерико Корио. Старт поединка остался за аргентинским оппонентом 6-4. Большая часть второго сета проходила в равной борьбе. Переломным оказался девятый гейм, в котором Ивашко отыграл пять брейкпоинтов на своей подаче. Затем выиграл гейм на приеме и закрыл партию со счетом 6-4. Третий отрезок «Беларусь» выиграл 6-3. А в четвертом сете разгромил соперника 6-0. Следующим визави нашего теннисиста станет экс-третья ракетка мира «Болгарин» Григорь Димитрова. Сборная Беларуси по пляжному футболу одержала вторую победу в квалификации чемпионата мира. Подопечные Николаса Альварадо разгромили команду Дании с результатом 8-2. Покером в составе нашей дружины отметился Олег Гапон. Авторами забитых мячей также стали Евгений Новиков, Артемий Дрозд, Юрий Петровский и Павел Стаскевич. В третьем матче отборочного цикла беларусы сыграют со Швейцарией. Теперь о гандболе. Стан Гомеля после 10 лет пребывания в клубе покидает Кристина Скрипак. Правая полусредняя шесть раз становилась чемпионкой Беларуси, а в минувшем сезоне оформила с командой золотой хит-трик, выиграв чемпионат, кубок и суперкубок страны. Неоднократно вызывалась в национальную сборную. Гандболистка продолжит карьеру в израильском клубе Беней Герцелия. Сразу два игрока Гомеля вошли в символическую сборную 14-го тура чемпионата Беларуси по футболу. В состав вошли страж ворот зелено-белых Олег Ковалев и нападающий Александр Ануфриев, который в домашнем поединке со Славией оформил дубль. Лучшим игроком тура признан форвард столичного Динамо Владимир Хвощинский. На счету игрока три мяча в ворота Белшины. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Николай Зайцев. Оставайтесь на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова